Взаимодействие с представителями власти в рамках выездной администрации становится все популярнее у жителей. На прошедшей вчера встрече в общественном совете Ходькова вопросы главе Сергея Посадского городского округа Дмитрию Акулубу, его заместителям, депутатам окружного совета, ресурсникам и правоохранительным органам задали около 50 человек. Сегодня очень много поступало вопросов по благоустройству, по дорогам, по ЖКХ. Также подходили какие-то личные просьбы. Сегодня подошли товарищи, которые занимаются спортивным ориентированием. То есть максимально все взяли на контроль, постараемся их решать как можно быстрее. Жители улицы Котовского обратились с просьбой включить дорогу у их домов в программу пандернизации. В настоящий момент она находится в неудовлетворительном состоянии. Представители власти пообещали оперативно рассмотреть вопрос. Еще одно обращение касалось ремонта инженерных сетей, находящихся на балансе водоканала. Жителям было доложено, что запланировано в этом году большое количество перекладки системы водопровода. Это улица Первомайская, Огородная, деревня Жучки, Ахтырка. Везде будет поменяно больше 200 метров на современной трубе ПНД. Один из вопросов удалось решить в ходе диалога. Жители улицы Советская и улицы Восточная обратили внимание на состояние канализации. Как рассказал Денис Житких, по этим адресам была запланирована замена водопровода, а вот канализацию решено включить в программу буквально с колес. Работу обещали провести в этом году. Буквально на днях примем решение, чтобы внести и до 1 сентября это исправить. Также были обращения по благоустройству. Волновала граждан дальнейшая судьба въездной группы в горы со стороны Сергиева Посада. В прошлом году эта территория у Горбуновского пруда получила перезагрузку. Появился арт-объект «Чаша», напоминающий когда-то известный в Ходькове производство фарфора. Установили лавочки, положили плитку, провели освещение. В этом году у нас будет продолжено благоустройство вокруг самого уже объекта Горбуновского пруда, который является любимым местом отдыха наших местных жителей. Вокруг по периметру пруда также будут уложены новые дорожки, установлены лавочки обязательно, сделано освещение. И даже была мысль качели установить. Там есть такой карман, в котором они прекрасно встанут. Мы, я думаю, к концу лета, а может быть даже ближе к середине, увидим начало этих работ и как это все должно прекрасно получиться. Благоустройство будет продолжено. В этом году в Ходькове приступили к благоустройству Центральной площади. Проект ее реконструкции победил на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Территорию поделят на зоны, проведут дополнительное озеленение, установят современное освещение, реконструируют парковочные зоны. Здесь появятся арт-объекты и площадки для проведения выставок и ярмарок. На данный момент меняются сети теплотрассы. Работы будут завершены еще недели две. 14-го числа у нас уже подведение итогов конкурса на строительно-монтажные работы. Сразу, наверное, там 15-го, 20-го выходит на строительно-монтажные работы. Планируем в этом году демонтаж существующего покрытия на всей площади и укладку уже нового покрытия из брусчатки. Также освещение провести. Остальные работы у нас, наверное, перейдут на следующий год, так как у нас контракт двухгодичный. Завершим мы в следующем году. Все чаще в ходе выездной администрации представители власти не только общаются с жителями в помещении, но и выходят на территорию, чтобы оценить проблемы, с которыми обращаются люди, прямо на месте, не откладывая в долгий ящик. Дарья Леонова, Антон Каврижных, ТВР24.